Десногорского городского совета Сводка криминальных происшествий за праздничный период В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 134 сообщения и заявления Православные десногорцы отметили Рождество Христова Я всем нам хочу пожелать этого счастья в ответ на то, что в течение наступившего года мы действительно постараемся эти добрые дела совершать Текущие вопросы и задачи муниципалитета обсудили депутаты на очередной седьмой сессии городского совета Заседание народные избранники провели 26 декабря Началось заседание депутатов с приведения документации к действующей системе налогообложения Так, с 1 января 2020 года единый налог на вменённый доход не будет применяться на отдельные виды предпринимательской деятельности Розничная торговля лекарственными препаратами, обувными товарами, предметами одежды, принадлежностей к одежде И прочими изделиями из натурального меха, подлежащими обязательной маркировке Также был рассмотрен вопрос предоставления Нежилого фонда города многофункциональному центру и Десногорской городской организации реквидаторов Впоследствии Чернобыльской атомной станции Ранние организации уже занимали эти помещения в течение трёх лет Сейчас же требуется перезаключение действующих договоров Комиссии было единогласно поддержано представление данного Нежилого фонда Что касается Чернобыльской организации, то это организация живая, которая осуществляет свою общественную деятельность Важным вопросом сессии было обсуждение действующих понижающих коэффициентов на аренду земли у города Подобные льготные условия направлены в первую очередь на стимулирование появления инвестиционных проектов Одним из результатов этой меры стало размещение производства компании «Доктор Мебель», которая в течение трёх лет платила пониженную арендную плату за землю Действие таких коэффициентов было решено продлить и далее Есть специальная комиссия по поддержке инвестпроектов Данная комиссия рассматривает инвестиционное предложение После чего данная комиссия выходит с ходатайством о применении понижающего коэффициента в размере 0,4 к размеру арендной платы за представленный земельный участок Стратегия социально-экономического развития Десногорска до 2030 года в данный момент находится в разработке Документы находятся на сайте администрации города Доработкой стратегии занимается независимая экспертная организация Сроком предоставления стратегии социально-экономического развития города в окончательной редакции значится июль 2020 года О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 134 сообщения и заявления Из которых 5 преступлений Раскрыто 3 преступления, нераскрыто осталось 2 преступления Телесные повреждения 16, ДТП с техническими повреждениями 3, смерть некриминального характера 8, прочие 102 Раскрыто ранее совершенное преступление Выявлено 107 административных правонарушений В том числе за нарушение правил дорожного движения 79 Антиалкогольные статьи 17, прочие 11 Преступлений террористической направленности не допущено и не выявлено Светлый праздник Рождества Христова ежегодно объединяет миллионы православных по всему миру И Десногорск здесь не исключение Праздничная служба в ночь с 6 на 7 января в соборе иконы Божьей Матери всех скорбящих радость собрала всех верующих горожан Таинство Рождества принято разделять самыми близкими людьми На богослужение в собор приходили целыми семьями Старшее поколение на собственном примере показывают и передают своим детям традиции и любовь к таким светлым событиям Тем самым воспитывая в них духовно-нравственные качества Убранство в храме в этот праздник особое Белые хризантемы, которые символизируют чистоту, украсили иконы вместе с еловыми ветвями Символом вечной жизни Также храм украшают и нарядные хвойные деревья По традиции в соборе установлен и вертеп Символ пещеры, где в яслях лежал новорождённый Иисус Праздничную атмосферу создавали особые рождественские песнопения А значимым подарком для храма послужила икона Божьей Матери Её преподнесли в дар руководители недавно открывшегося в Десногорске предприятия «Доктор Мебель» Они решили, что это икона, про которую сказали Пожалуйста, повесьте её там, чтобы видели люди Посчитали невозможным ограничить её пребывание стенами предприятия И решили вполне справедливым управлением, чтобы этот образ Божьей Матери Иверской находился в нашем храме По окончанию торжественной службы детям подарили подарки Но после горожане отправились по своим домам, отмечая светлый праздник с близкими людьми за рождественским столом Ксения Вьюшкова, Александр Рафеев, Десна ТВ В конце выпуска о погоде 10 января в Десногорске пасмурно-небольшой снег Температура днём плюс один, ночью минус один На этом выпуск завершён Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьёв До новых встреч!